Сначала при помощи пальчиков мы делаем комок и постепенно-постепенно его преобразуем в шар. За столами художественной мастерской уральской школы искусств совсем не детская аудитория. Работать с глиной и создавать оригинальные керамические изделия учатся взрослые. Елена Бударина уже давно мечтала освоить древнее ремесло. И такая возможность представилась. Как и многие, творческий путь начинала с небольшой солонки. Своей сложной работой считает вот эту кружку. Мечтает пополнить керамическую коллекцию керосиновой лампой и различной посудой. Всегда интересно сделать своими руками, чтобы потом оно было в пользовании. Мне больше нравится, допустим, не что-то декоративное сделать, а именно утилитарного такого характера, то, что я потом могу использовать в быту в своем. Возможность создавать глиняные шедевры в детской школе искусств появилась благодаря реализации проекта «Керамика для всех. Лепим, учимся, творим». В прошлом году идея педагогов стала победителем регионального конкурса инициативных проектов и получила окружную поддержку. На грантовые средства было обустроено помещение для муфельной печи и обжига изделий. Обжиг подразумевает большие температуры. Мы обжигаем свои изделия в течение 5-6 часов, постепенно нагоняя температуру до 1000 градусов. Здесь очень много требований к пожарной безопасности и вообще к безопасности установки этой печи. Поэтому это и сподвигло нас стать участниками данного проекта. В прошлом году место для установки муфельной печи было обустроено с соблюдением всех необходимых требований. Помещение оснащено вентиляцией и автоматической противопожарной дверью. Именно здесь происходит один из основных этапов изготовления – обжиг керамических изделий. Данную комнату полностью в потолках покрыли кафельной плиткой, установили печь. Также в этом помещении сделали вентиляцию. Технология изготовления одного изделия – процесс достаточно сложный и долгий. Прежде чем приступить к работе, нужно подготовить материал, чтобы он был эластичным и не трескался. Только потом руки мастера начинают творить чудеса. На свет появляются предметы, сделанные разными способами. Одна из моих сложных работ – это ваза, которую мы сделали ленточным способом. Ленточный способ – это когда из пласта глины мы делаем одинаковые полоски и соединяем их и вытягиваем вверх форму. Готовая работа требует тщательной просушки. На это уходит порой до двух недель. И только потом на несколько часов помещается в муфельную печь. Так рождается керамическое изделие, которое при желании можно расписать специальными красками. Проект «Школы искусств» заработал в полную силу с сентября прошлого года. А древним искусством уже увлеклись порядка 20 человек. Я с удовольствием прихожу сюда на занятия, порелаксировать, отдохнуть от забот, от работы, от обязанностей по дому, пообщаться с единомышленниками, узнать что-то новое. Как отмечает наш педагог, что у нас даже есть какие-то результаты. Это приятно тоже, это повышает самооценку. В планах «Школы искусств» совершенствовать начатое дело и попробовать работать с местной глиной. А для ее обработки требуется специальное оборудование. Возможно, говорят педагоги, это будет идея для следующего проекта.